здравствуйте здравствуйте александра здравствуйте мистер девс мы сегодня в гостях вот в таком огромном манеже у александра семина это тренер по отжили здравствуйте отжили ти давайте по-русски для всех кто не слышал никогда этого слова что такое это вид спорта с собакой что я могу сказать отличная нагрузка для животных есть несколько видов то есть есть именно спортивные для человека то есть можно получить разряд полный первый спортивный у меня сейчас кмс ну то есть кандидат в мастеры спорта я и есть рвк для собак то есть квалификационные соревнования для собака скажем кто у вас выше по рангу собака или вы сейчас наверное больше ценится у меня собака понятно то есть здесь он уже давно занимается да он много чего умеет да он занимается вместе мы с ним уже занимаемся шесть лет будет как мы занимаемся собака много что умеет а вот из этих шести лет вы сколько тренером работает последние три года давайте расскажем что вокруг у нас происходит вообще из чего состоится вот такая дисциплина как отжили ти я вижу вот здесь нужно перепрыгнуть да это барьерчик как у лошадей да у нас вообще как это все происходит у нас есть определенные нумерация то есть один два три 4 5 6 7 и так далее выставляется определенная картинка то есть вот у нас есть такие снаряды как барьер вон там чуть дальше есть туннель у нас есть два вида снарядов есть неконтактные то есть это неконтактный и есть контактные вот например как бум ну вот скажем так собака по нему бежит это контактный снаряд то есть собака его трогает на барьерах там множество разных команд может использоваться у нас есть как собака может обойти стойкую прыгнуть как и просто по прямой прыгать барьер это все зависит от того что поставят чтобы заняться agility что нужно владельцу собаки ну собака определенный пар породы или какие-то не подходят для джили абсолютно любая собака подходит то есть неважно с документами без документов любая собака может заниматься при условии что у собаки нет противопоказаний по нагрузкам то есть абсолютно любое животное может заниматься единственное у нас есть помарка если человек загорелся именно каким-то уровнем наподобие чемпионата мира собаку не пропустят то есть туда пускают только собак с документами понятно а если это маленькая собака шпиц чихуахуа ой супер вообще любят у нас бегать шпицы у нас по ростовым же категориям идет это для шпица вот это для шпица скажем так стоит у нас палочка подбегает мохна . вот это вот маленькая да и дальше да и так что нужно сделать чтобы победить на соревнованиях какие критерии критерии очень просты нужно бежать бежать самому хорошо показывать самая главная задача у нас добежать чисто то есть не получить штрафов определенных и по времени еще уложиться то есть нужно бежать красиво и быстро ну за что могут быть может быть штраф то что барьер по упадет ну тут понятно если у нас сбивается палка допустим на барьере частая проблема в категории макси если сбивается палка то это 5 баллов штрафа это ничего страшного но просто 5 баллов многие могут нахватать также есть судятся отказы это если с то есть у нас вот стоит номерок допустим с этой стороны и собака пробегает мимо барьера это у нас считается отказ и тогда но нам опять же дается 5 баллов штрафа есть еще штрафы за контактную зону то есть видите да у нас идет синим и потом красным эта зона называется если собака на нее не попадает хотя бы одной лапой это тоже 5 баллов штрафа раньше времени спрыгивает да то есть если раньше времени спрыгивает понятно что делает сам владелец во время того как собака бежит он бежит вместе конечно бежит показывает рассказывает собаки грубо говоря то есть собака смотрит на наше тело движение то есть чуть чуть левее чуть чуть правее то есть и где-то наоборот я собачку под выдавила на какой-то барьер и если на голосовое на голосовое управление собака тоже очень хорошо реагирует давайте попробуем с девством покажите нам пожалуйста как это выглядит чтобы мы понимали что в итоге вы получите когда прозанимаетесь 6 лет отжилите вместе например с александрой сушите это надо тогда соревнования смотреть это интересно было бы но сейчас пока мы вот в такой уютной небольшой компании вот на вашем примере хотелось бы в мире этого барьера давайте покажу то есть сейчас я показала собаки рукой я думаю что то вы молчите да отлично сейчас я собаки сказала голосом то есть собака поняла что я как могу жестом ей показать туда то есть я могу вообще без команды собака понимает что я тебя хочу это вот буквально элементарные вещи то есть это самая база с чего мы начинаем то есть вот здесь стоит барьер который уже повыше он перепрыгнет да без проблем без проблем но это мы попозже наверное посмотрим мы буквально через несколько минут продолжим вот здесь сейчас продолжает просить вкусняшек у своей хозяйки ну а мы научим вскоре меня вместе с зевсом некоторым азам отжилите не переключайтесь мы продолжаем тему отжилите и вот мы готовы сейчас пройти небольшой отрезок той самой полосы препятствий можно назвать полосой препятствий да можно так называть александр что мне нужно будет делать чтобы здесь слушался и дошел до конца нужно показывать то есть четко показывает движение то есть мы показываем собаки рукой именно куда она идет и говорим то есть чем активнее мы говорим с собакой тем быстрее бежит собака скажем так и активнее да он опять просит надо поощрить не ну такой аванс можно можно это аванс понял все остальное после забега нашего будет все здесь пожалуйста все и так что мне нужно будет сказать ему перед тем как мы стартанем старт не ходовое слово да есть ходовое слово она называется да да это команда которая разрешает собаки дальнейшее движение то есть она ждет в том месте на котором его оставили до команды да давайте оставим его на каком-нибудь месте сейчас я с чужой собака вот казалось бы собака же должна своего хозяина слушаться но нет она слушает команды всем готовы мы готовы вы готовы смотреть это будет вообще зрелище да да низ 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 так низ низ вот сюда вот здесь так все мы прибежали мы сделали вы победили ну что какие были по марке давать единственное вы молчали мне казалось все время когда окажется что на протяжении всей трассы мы говорим у меня у многих учеников так такие замечания есть что я говорю вы молчите и бывает такое что бежим на тренировке ну человек бежит собакой а я говорю вместо хозяина и собака бежит активнее если я начинаю молчать во время тренировки но и собака таковой но я пешочком пожалуй пройду понятно расскажите прям пожалуйста вот про это место в котором мы находимся потому что ну я про него не знал до нашей встречи это манеж кинологической федерации спортивной кинологической федерации он был построен буквально в этом году скажем так выиграли грант президентский и вот был построен вообще это град был манеж был построен для занятий с детьми овз вот продолжаем работать с ними собака канистерапевт в каком в каком-то случае скажем так ну можно и просто собаками позаниматься если у вас есть собака есть желание и в свободное время а сколько свободного времени кстати нужно для отжилить для успешных занятий чтобы ну хотя бы одна маленькая медалька появилась первая уже в доме скажем так если какие-то берем новичковые соревнования которые у нас проходят то занятий 5 и можно выйти на призовое место александра можно я вам сейчас передам микрофон и вы покажете как должно было быть и вот вот этот наш забег только уже без меня а самостоятельно чтобы мы послушали как вы с собакой общаетесь с точки ждать и снизу снизу сюда 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 не снизу не снизу да хоп-хоп-хоп отличный молодец рядом столько эмоций в голосе конечно собака любит эмоциональное поощрение то есть как и ранее говорила чем мы эмоциональны тем быстрее собака так ну все примерно понятно александра семина это тренер по аджилити и зевс который уже шесть лет занимается и радует и свою хозяйку и всех тех кто только начинает потому что он я думаю отличный стимул отличный пример для того чтобы заниматься аджилити и получать какие-то новые знания новые успехи и новый опыт спасибо вам александр большое мы сейчас передаем слово студии ну а вы задумайтесь может быть аджилити это как раз для вас